Поехали! Продолжаем разговор. Дмитрий, скажи, вот ты этой темой озадачился после чего? Что тебя сподвигло на изучение вот этого, что ты нам рассказал? Дело в том, что я, когда писал отдельные статьи исторические, которые на сегодняшний момент вошли в книгу, напомню, книга вышла вторым изданием в прошлом году, там вот есть эти отдельные разделы, на них я вышел из того, что никак не мог сложить, смотря официальную историю, смотря те факты, которые, скажем так, не очень проповедуются, а мягко говоря замалчиваются, не складывается каменный цветок, вот вообще никак. И, значит, складывая уже совершенно другой пропорции, имеющиеся у меня факты, не те, которые официальные, а в большем объеме, получается совершенно другая картина. После того, как вот эта цепочка сложилась, то есть об отсутствии Киева, ну, понятно, по летописям и так далее, да, о каких-то дополнениях сегодняшних, о каких-то дополнительных фактах, уже начинаешь копать, ну, в тех или иных более узких местах, вот, и когда новые факты, которые ты накапываешь, опять же подтверждают не официоз, а вот эту новую цепочку, то есть все сложилось, достаточно жесткая, такая жесткая линия, да, ровная, логически понятная, понимаете, потому что, ну, понятно, летописи можно сфальсифицировать, без проблем, да, значит, можно что-то умолчать, артефакты можно уничтожить, артефакты можно, в конце концов, дать приказ переделать, тоже известные факты, да, например, с тем же Тамерланом, значит, то есть это все можно, но все должно быть жестко логично, да, никто не полезет на гору, если в трехстах метрах от нее есть проход в долину, да, то есть логика, ну, не надо считать там наших предков совершенно такими глупыми, непонятными и так далее, да, логика, она должна быть всегда, да, плюс есть стандартные факты науки, да, то есть есть такие вещи, как осадка судов, есть такие вещи, как объем перевозимого груза, водоизмещение, да, пороги, вот, то есть они никуда не делись, то есть, пожалуйста, ну, понятно, что построили ГЭС, да, пороги залили, но они же были, да, если мы читаем книжку, и по этой книжке ничего не было, ну, знаете, как-то вот, опс, вранье, господа официальные историки. Вот ты упомянул Смоленск. Смоленск, есть несколько вариантов, название, откуда произошло, и один из тех, что там смолили, вот, занимались смолильным промыслом, а что могли смолить? Ну, понятно, что, наверное, не голову себе смолили, не здание. Скорее всего, могли смолить то, что по реке передвигалось, и вот если это был центр, который, как ты говоришь, отвечал за переправку, например, из одной реки в другую, там, волоком могли как-то перекат, ну, как это, да, вариант, да, то в этом случае могли одновременно еще и ремонт делать. Получается, что, может быть, Смоленска – это как раз и то место, которое заодно и чинило суда, и как-то там смолило? Ну, дело в том, что, с одной стороны, да, в Смоленске был ремонт, ну, потому что, еще раз говорю, город стоял на знаменитом пути, и через него шли суда, суда нужно ремонтировать, да, то есть, вот здесь и двух мнений как бы быть не может, да, на всем протяжении, здесь не только Смоленск, на всем протяжении вот этого пути, значит, суда должны были обязательно ремонтироваться, это обязательно. С другой стороны, я не сторонник вот прямого поворота от двух-трех слогов, ну, с резкими как бы выводами, да, вот, давайте просто скажем, что, да, в этом городе, как одной из узловых точек торгового пути, да, ремонт судов, конечно, был, суда там смолили, да, леса было навалом, его и сейчас даже навалом, даже в наше время как бы, да, вот. А почему до нас дошло такое название ночь, ну, здесь нужно уже больше внимательно разбираться, потому что все-таки русский язык немножко изменялся, он коверкался, да, вводились новые названия, изменялись, и вопрос не в том, что мы сейчас можем прочитать буквы с ятями, да, можем, но просто речь была несколько другой, старый русский, он понятен, но он другой, да, то есть, ну, к нему нужно привыкнуть, да, и язык старых летописей, вот, если вы его смотрите, он тоже другой, поэтому я бы поостерегся, вот, делать прямую такую наводку, как бы, да, если смоленкс, то это смолить, вот. Хотя очень хочется, Алексей. Ну, я сказал, что существует много версий, это одна из версий, поэтому я нисколько ни на чем не настаиваю, просто вот, когда ты рассказывать начал, то у меня в голову вот эта версия сразу так впрыгнула, и она там зашевелилась о том, что, ну, раз там передвигали суда, раз там был перевалочный пункт, раз там было хранение, то в этом случае пока могли перегружать, разгружать, но заодно могли и что-то там подлатать. А раз Смоляне и Смоленская область, всегда крупные города, они областями, да, распространялись, маленькие города теряли земли, а крупные города, которые богаты становились, они земли приобретали. Вот Смоленское княжество, оно известно достаточно широко, и там историки не скрывают об этом. Но еще есть другие у нас города, например, Волоколамск, то есть Волок на Ламе, да, вот город Волоколамск, там же конкретно указ, что Волоком, и сами историки говорят, вот Волоком здесь перетаскивали вот отсюда, вот туда, вот отсюда и город Волоколамск. Еще один перевалочный пункт, который сохранился и до сих пор хорошо существует. Про него что-то можешь сказать? Ну, он явно не относится из варягов в греки, как бы, да. Вот, значит, да, действительно, значит, город, который сейчас существует, возник на этом пути, значит, из Владимира Суздальской Руси, сюда, в Балтику, да, через вот, уже упомянутый, так сказать, Смоленск, понимаете, Алексей, здесь есть очень такая интересная тонкость, которая очень часто нас, историков, кто не верит в официальные лжи, достаточно сильно, ну, мягко ее подрезает, да, значит, если что-то прошедшее, ну, как минимум, советское время, конец романовщины, да, не вписывалось в официальную, подчеркиваю, в официальную историю Руси, то это уходило и из раскопок, это уходило из всевозможных обсуждений научных, то есть этого как бы не было, да, то есть совсем убрать Волоколамск, конечно, никто не смог, ну, понятно, вот он Волок, как бы, да, вот, но сказать, что там было такое, большие раскопки, да, сказать, что там все сделано, да, упаси Боже, да, знаете, мне вот Волоколамск очень напоминает сегодняшнюю историю с Аркаимом, вот его открыли, и что? Ну, вот он есть, вот это наш старинный славянский город, да, там наша седая древность, и что? А ничего, да, много ли вы видели там передач о том же Волоколамске, с рассказами о Волоке, там, где, вот здесь, ну, вот я не видел вообще, так же, как и вот в этом примере о Баркаиме, ну, вот табу, да, вот о фальшивом пути из варягов в Греки, это вот, пожалуйста, вот, увы, ах, да, значит, поэтому, вот я бы на сегодняшний день, значит, я упоминал в своей книге о Волоколамске, значит, ведь формально город основан в 1135 году, и там было несколько Волоков, которые соединяли разные верховья рек, да, значит, то есть, вот главный из этих вот путей, да, это ламы, там, через Рузу, это та часть пути из Новгорода в земли Москвы, Владимира, как говорило, Владимир-Сузарская Русь, да, значит, просто, вот сказать, что город был основан намного раньше, мне тут же возразят, а где упоминание, а летописи сожгли, все, нету ничего больше, да, вот, понятно, что это не 1135 год, понятно, что это раньше, что вот этот путь был сотни лет, да, но археологических раскопок нет? Нет. А летописи уничтожены? Уничтожены. Ну и что мы можем сейчас сказать? Вот так вот, грустно. Алексей. Вспоминает сразу разговор с одним священником, который на вопрос крещения Руси и древности какой-то, которая до Руси была, он так с ухмылочкой сказал, «А вы предъявите рукописи». То есть, нет, нет у вас нечего предъявить. И так, в кавычках, там, со скобками, сразу так можно было продолжить, все сожжено, что вы предъявите, с какой там древностью рыпаетесь. Так что я могу, ну, как-то так предположить, что Волоколамску и другим городам, вот, которые обеспечивали взаимодействие между разными реками, а ты очень точно отметил, что люди как-то перемещались в те времена и тысячу лет до того, а может, и десятки тысяч лет до того. Но все равно как-то перемещаться-то надо было. И реки – это то, что позволяло перемещаться. Ходишь, на плот загружай, сверховье плыви, а там дальше товар разгрузил. Ну, а дальше, например, уже можно как-то добираться другими путями. Или там, как у нас, челноки смотались, с пустыми сумками приехали, обратно там везут полные сумки. Пустые сумки можно вон там десятером сесть на один катерок, а полные сумки уже для каждого боржу подавай. То есть туда, например, с пустыми сумками, обратно с чем-то еще, или туда там один товар, обратно другой. То есть все равно торговля какая-то шла. Хлебушек надо было куда-то перемещать, туда-обратно, может быть, какие-то еще другие товары. Так что движение, оно было всегда. И когда кто-то говорит, что вот этот город только появился, а что, до этого были идиоты, что ли, которые не знали, что по реке можно каким-то образом перемещаться, вот это да, это печалька, печалька. Здесь нужно, давайте еще раз обратим внимание слушателей, что наша славянская земля, она уникальна в том смысле, что мы можем пройтись по рекам в разные концы нашей огромной многоциональной страны. Если вы посмотрите, например, ту же Европу, там горы посередине. Вы не можете пройти с севера на юг, или там с запада на восток. Нет таких рек. Там горы мешают. А у нас, на наших равнинах, по нашим великим рекам, потом вот через эти валки, через волоки, если быть правильно по словарю Ушакова, мы можем. И это уникальность. И, естественно, эта уникальность использовалась многие-многие века. Просят в одном из комментариев тебя разобрать то же самое по Твери. Есть ли какие-нибудь работы по Твери? Или сейчас мы просто так трогать не будем, как просьбу тебе передаю от одного из наших зрителей, что хорошо бы еще и с Твери так же разобраться. Город древний, город очень интересный. Я услышал. Спасибо. Я вот так же думаю о том, что почему славяне, наши предки, использовали плоскодонки? Почему те же самые поморы использовали суда, которые были с такими округлыми плоскими днищами, а не килевые? Ведь это же прямой ответ к тому, что, во-первых, не килевое судно, если оно замерзало, то оно выдавливалось наверх, не килевое судно. А килевое судно, оно вмерзало намерто, потому что глубокая у него загрузка шла, ниже ватерлинии, там много чего было, и сдавливать я могла. Попробуй, например, какую-нибудь корабль, поморов, льдами его задавить. Да не получится. Он просто выталкивался льдами наверх и оставался невредимый. А вот эти все суда, которые крупные, если они вдруг в замерзшем море, оказывались, и, в общем-то, ничего хорошего. Сразу надо было вспоминать челюскинцев, которых спасали. Что там с кораблями происходит, когда их льды зажимают, они там вмерзают. Он просто сдавливает их. А наши плоскодонные, полуокруглые, какие-то днища, они способны были и в море выходить, и льды пережидать, и волоком их можно было на волках перетаскивать куда-то в другие места, и просто вытащить на берег, чтобы он там сохранился, и той же самой смолой его обмазать. То есть это судно, которое соответствовало месту проживания людей, которые приспособили эти суда для своих целей. Просто, быстро, хочешь его на катки поставил, он как князь наш поставил и по пулю пошли. Хочешь его на катки и перетащил в другую реку. Хочешь – иди в море. И когда, почему я так вспоминаю, в очередной раз, когда просматривали, тут наконец-то показали эту дрянь, которая «Викинг» называется по Первому каналу, уж извините, те, кто изготавливал, но это дрянь. Вот. И пошлость, и гадость. Так вот, когда эту пошлость и гадость показали по Первому каналу, я обратил внимание, какие-то до этого не ходил в кинотеатр, деньги за это не платил, а когда вот уже показывали, ну, пришлось себя вынудить, и какое-то время, несколько минут там посидел, посмотрел. Не смог, честно говоря, долго смотреть. Вот. Но хотя бы там на что-то обратил внимание. Как там все подделано? Как там все из пальца выссано? Ну, как мог через пороги прийти корабль из Византии, огромный корабль, которого испугались там, ребята разбежались? Ребята, как он мог через эти пороги вверх пройти? Если там даже лоди по берегу тащили, и то неизвестно, тащили или нет, там, под большим вопросом. В общем, ты очень хорошо заметил про те суда, которые имели киль, и они просто не могли зайти в некие реки, которые наши плоскодонные суда спокойно проходили, а те просто там засели. Поэтому все эти вот придуманные, стараюсь слова подбирать нормальные, придуманные такие вот эти вот пути и прочее-прочее, но они как-то вот нормальному человеку, у которого мозги чуть работают, они сразу в глаза-то бросаются. Да, при этом я хотел бы привести аналогию, может быть, слушателям это будет так более понятно. Корабли скандинавов это морские корабли, выражаясь современным языком, то есть вот есть морской корабль, киль и так далее. А корабли славян это корабли река-море, то есть корабли прибрежного плавания. При этом есть множество восхищенных записок о том, как до 18 века тот или иной иностранец, наблюдая за постройкой наших вот этих плоскодонных лодий, как бы, да, значит, просто там слов не находил, да, потому что очень часто их строили без единого гвоздя, на стыках, да, при этом я напоминаю, что хотя и в современной терминологии это река-море, да, но вот очень хороший пример северное путешествие, северные суда, которые из Архангельска, представляете, где Архангельс, да, это не Мурманск нынешний, это Архангельск, это вот здесь практически от Санкт-Петербурга, это не так далеко, да, с Архангельска они шли на Шпицберген, вдумайтесь, какие расстояния, вот куда шли эти лодьи, наш Шпицберген, назывался он, между прочим, славянским именем Грумант, это то, что мы потом отдали, и, кстати, зря отдали, вот, да, это наш славянский остров, называется Грумант, на него ходили охотники из Архангельска, да, вот вам те расстояния, которые совершенно спокойно, без всяких проблем, по открытому морю проходила русская логия с тем или иным грузом, значит, и, естественно, командой русских охотников, да, значит, и, значит, когда, вот правильно, как бы, вот фраза, когда замерзалась, да, она действительно выдавливалась на лед, более того, во многих, значит, рассказах, во многих воспоминаниях четко написано, что если лед был относительно гладким, то ставили лодью на полозье, поднимали паруса и так шли по льду, просто с совершенно большой скоростью, да, к огромному сожалению, после того, как Петр I окаянный пришел ко власти, весь северный вот этот флот, все северное кораблестроение было полностью уничтожено по его приказу, да, потому что он строил, как в Голландии, а Голландии, извините, для северного рядовитого океана, ну, никак не подходит. Алексей. Да, вот, если мы касаемся морской темы, вот, у поморов несколько было кораблей, один из этих кораблей здесь, как Коца или Коча, это когда специальным образом его обшивали, как одежда, и вот эта одежда, она позволяла уже пережидать сильные бури, шторма, и вот льды были не страшны, ну, были еще шняки, там, разные суда, то есть, когда нам говорят, что Петр I это основатель морского и вообще корабельного дела в России, ну, у меня как-то волосы на голове шевелятся, я думаю, ребят, ну, как такое может быть, мы наши корабли северные брали, имея меньшую, меньших размеров, может быть, даже были, но брали намного больше, чем какие-то корабли европейские, при этом быстрее, шустрее передвигались, были более надежны, могли находиться в очень тяжелых условиях, но при этом Петр принес что-то такое крутое, оказывается, то, что и во льды вмерзало, то, что и управляемость имела худшую, то, что там и меньше могло перевозить, ну, по сравнению в пропорциях, я имею в виду, и скорость некоторые имели меньшую, и там было больше команды надо иметь, и оборудование более сложное и так далее, то есть, так и называется, нет усовершенствования, а идет деградация, но при этом называется такое что-то более крутое, и как-то мне это непонятно, такое ощущение, что здесь вообще вот жили дикие люди, которые ничего не умели, ну ладно, здесь вопросы приходят, я благодарю, что вопросы в большом количестве пришли, все, думаю, уже хватит вопросов, и начинаю их зачитывать, Анна Бондаренко, вопрос, а у сказителей есть своя карта наших земель, например, Мидгарда, Асгарда, Либерии, Лемурии, Атлантиды, Африки, Америки? Знаете, не надо выдумывать сейчас, не надо составлять, все эти карты давно есть, да, они никуда не делись, понятно, что их и католическая церковь, и правительство западных стран в средние века всячески старались уничтожить, как я уже не раз в своих интервью говорил, есть, ну, пусть и неофициальная, но модель фальсификации истории, основанная на том, что все пошло из Европы, Европа там пупы центр вселенной, ну и так далее, да, хотя все это совсем не так, сильно не так, скажем так, да, значит, для начала я могу порекомендовать вам Атлас Меркатора, очень знаменитый Атлас, большая часть его была, ну, по количеству экземпляров имеется в виду, большая часть уничтожена, но, слава Богу, отдельные экземпляры сохранились у каких-то коллекционеров, дожили до наших дней, на этом Атласе есть четко расписанная Северная Земля, ее можно называть по-разному, да, значит, но там четыре материка, да, и достаточно четкие очертания границ этих материков, их рек с огромным, ну, можно назвать это горой, а можно небольшим островом в центре, значит, который назывался горой Меру, да, отсюда, собственно, и пошло все это, вы можете посмотреть карты Меркатора, они сейчас, даже если наберете в интернете, вы увидите их, там достаточно много этих карт, да, значит, опять же, если там неудобно или там тяжело искать в интернете, ну, зайдите ко мне на сайт Рус Империя, да, там есть отдельная страничка иллюстрации книги, там есть эти изображения, да, то есть, здесь, значит, все, пожалуйста, просто это самый большой такой, скажем так, свиток карт, да, ни одна, ни две, ни три, как бы, да, достаточно большой, но кроме вот этих есть достаточно четкие карты средних веков, которые показывают на территорию севера нашей Евразии до затопления, причем это уже научно подтвержденный факт, есть так называемые исследования профессора Линберга, да, и он, значит, показал, что было затоплено, да, у меня в книге тоже есть эта карта, ну, грубо говоря, вы берете вот все те острова, которые сейчас идут на север Новосибирске, да, земли Франции Иосифа и так далее, да, тоже Спицберген, и описываете такой полукруг, да, то есть гораздо, гораздо севернее, чем стоит суша сейчас. Так вот, исследование профессора Линберга идеально совпадает, как я уже сказал, со средневековыми картами, например, с картой Джакомо Кантелли, это итальянский географ 17 века, да, у него, например, есть карта Лагран Тартария, то есть Великая Тартария, и вот эти северные земли, которых сейчас нет, которые сейчас под водой, да, они имеют просто чудную, я не побоюсь этого слова, чудную надпись замерзшая истинная Тартария, да, таких карт много, да, то есть карт, которые показывают, что было до подъема воды, значит, показывают материки, показывают затопленные острова, то есть по большому счету это можно видеть даже иногда через гугл-карты, но здесь нужно быть очень осторожным, я приведу один грустный факт, значит, если еще лет пять назад можно было зайти и выбрав самое большое разрешение увидеть у Новосибирских островов, значит, ну, возле них, естественно, под водой, да, четкие очертания городов под водой, ну, понятно, там, прямые улицы, да, там, и так далее, вот, это можно было увидеть, то есть на небольшой глубине это можно было увидеть, значит, то где-то год-полтора назад фотографии были поменены, подменены, если быть абсолютно точным, и сейчас даже увеличив до максимума вы этого уже не увидите, но при желании можете порыться в интернете и найти все эти данные или достаточно много, как бы, значит, возвращаясь к северным территориям, это и карты француза Аронца Финеуса, да, карты Абрахама Артелиуса, Герарда Джоди, да, значит, богослова Петруса Планциуса, значит, карты Баптиста Фрэнса из Антверпена, да, то есть много достаточно, то есть вы просто наберите значит, с карты Гипербореи и там столько выскочит карт средневековых, да, они все настоящие, да, понятно, что они не очень совпадают с современной географической картой, то есть нельзя просто положить их на современную карту, почему, потому что двигался Северный полюс, он постоянно двигается, значит, регулярно меняется на местоположение, вместе с ним меняется и климат, к огромному сожалению, да, например, для той же Тартарии, да, значит, и, соответственно, вместе с этим сдвигом меняется немного и, собственно говоря, вся география, да, что я напоминаю, что земной шар на полюсах чуть-чуть приплюснут, когда сдвигается значит, полюс, да, то эта приплюсность тоже сдвигается, то есть это достаточно сильные геологические процессы. Вот посмотрите эти карты, они вам очень много что скажут. Алексей. Далее. Анжела, вопрос. Назовите, пожалуйста, какие вы написали книги, по каким темам? Если брать большую книгу, то книга, она одна, первый раз она вышла в 2015 году, а второй раз, второй тираж вышла в прошлом, в 2017. Книга называется «Хозяева Великой Евразийской империи». Да, в настоящий момент идут дополнительные доп. печати, потому что тираж, который вышел осенью, он разлетелся за два месяца, да, и издательство срочно допечатало. Он есть в магазинах сети, иногда в отдельных сетевых магазинах, но там очень высокий ценник, скажем так, совершенно негуманный, я имею в виду всякие буквоеды и так далее, они уж очень заряжают ценник, но интернет, заказы тоже работают. Я, как уже неоднократно говорил, стараюсь писать все же большие статьи, исторические статьи на ту или иную тематику, чтобы не быть голословным, вот только что, ну, относительно недавно, в марте месяце, закончил огромное исследование по книге Марка Пола, по знаменитой книге чудес 1298 года, которая вот по такому странному стечению обстоятельств почему-то совершенно не бьется с официальной историей, ну вот никак, да, а там есть чудные гравюры, да, начнется, то есть я брал документы из французской национальной библиотеки, из стокгольской национальной библиотеки, из итальянской, вот, да, там есть эти книги, их, ну, понятно, в скан виде, да, их можно получить, вот, на сегодняшний момент об этой книге идет сплошная ложь, просто ложь, да, вот вышло вот такое огромное исследование, оно достаточно большое, пока оно бесплатно, его можно прочитать на моем сайте, да, значит, в прошлом году закончил исследование о русско-китайской войне 1900 года, совершенно неизвестная война, да, значит, об осаде Благовещенска хунхузами, да, значит, о геройстве, как обычно, русском, да, когда был брошен город практически без войск и как он сопротивлялся и как потом пришли наконец войска и вломили всем по самому не балусь, да, значит, есть там отдельные статьи на злобу дня, значит, ну, например, там по 14 февраля или уж женщины не ругайтесь о 8 марте, потому что история этих праздников не очень приглядная, к сожалению, вот, увы, да, значит, ну, вот такие вот статейки, да, значит, у меня есть, например, рассказ о русских 300 спартанцах, да, это во время войны на Кавказе отряд полковника Калягина, совершенно неизвестный история, да, у нас вот постоянно тыкают эти 300 спартанцев несчастные греческие, да, у нас есть свои герои, когда отряд полковника Калягина бился против всей персидской армии, там другое было совершенно соотношение, во много раз худшее, и они это выиграли, да, ну, об этом же никто не говорит, вот, у нас много героических страниц нашей истории, очень много, у нас много героев, к огромному сожалению, немецко-романовская и отчасти советская история постаралась это все уничтожить, но, как видите, правда вылезает. Алексей? В общем, есть о чем поговорить в следующих эфирах. Здесь такая реплика поступила, вне очереди, зачитаю, а как же быть, спрашивает Андрей Чернов, с существующей историей, если все это выдумка? Вы знаете, самое простое это выкинуть его в урну, значит, просто взять и выкинуть, потому что, перефразируя ежелеца, а если из истории Руси убрать всю ложь, это не значит, что там останется только правда, там вообще ничего не останется, понимаете? Это сознательно фасфицированная ложь, то, что с 19 века как бы пошло, это уже там какие-то факты совпадающие, история древних веков это сплошная ложь, еще Карл Маркс говорил, то, что мы считаем историей, это всего лишь сказки, рассказанные победителями, понимаете? Все факты говорят о совершенно ином, у вас два выбора по большому счету, да? Либо вы можете верить вот этой официальной лжи как религии, потому что с наушной точки зрения ей верить невозможно, она рассыпается, просто как карточный долг, то есть вот доставишься там хоть немножко почитать каких-то дополнений фактов, кроме школьного учебника истории, и вся эта ложь начинает сыпаться, просто сыпаться, на вот, ну не знаю, на выпускников ЕГЭ, которые не знают истории, да, вот заучите вот этот текст, да, и повторяйте, как по Кудураме, то есть либо вы повторяете эту ложь, и не там засоряете, так сказать, ни о чем, да, вот, либо вы, значит, читаете книги из настоящей истории, значит, я постарался в данном случае всем ищущим помочь, у меня на сайте есть список 100 книг по русской истории, ну там больше 100, просто так названо, 100 книг по русской истории, да, значит, и вы можете, значит, вот так вот пробегая книжку за книжкой, значит, сложить свое собственное, не чье-то, не мое, как частного историка, как бы, да, как аналитика, свое личное мнение о том, что было с нашей историей, только вот уверяю вас, значит, прочитав даже десяток книг, у вас будет такое отвращение к официальной истории, такое отвращение к этому вранью, ну, потому что книги говорят о другом, если спросите, с чего начать, начните с двух авторов, всего с двух, один старинный, это Мавро Орбини, я специально, чтобы там было каждое слово понятно, повторю, да, Мавро Орбини, это архимандрит Рагужский, у него есть книга «Славянское царство», она была написана в 1601 году, и вот там совсем все по-другому, вот в принципе, вот, это во-первых, а во-вторых, великий, не побоюсь этого слова, Лев Николаевич Гумилев, хотя бы его восемь знаменитых книг, понятно, что на него давила советская власть, понятно, что она его там по лагерям гоняла, да, это все понятно, но, тем не менее, даже прочитав какие-то базовые вещи Гумилева, у вас вся история перевернется, понимаете, ну, если есть христианство в Азии, то оно есть, да, то есть здесь вот о чем говорить, и не какие-то там язычники, а христиане приходили с Востока, и Батый был христианином, да, то есть, ну, черным по белому, нам, например, долго рассказывают там об язычестве чингизидов, да, значит, при этом, значит, рассказывают, как, где, куда, ну, значит, один из сыновей Чингисхана позиционируется, как хранитель монгольской ясы, да, вот он такой хранитель, он это все хранил, да, открываем книжку Марка Пола и читаем о крещении его в Самарканде, христианском крещении, понимаете, ну, вот такое вот несоответствие между старыми книгами и нынешними фальшивыми учебниками. Что же касается фильмов, то их лучше вообще не смотреть, вот ведущий абсолютно прав, это такое вранье, это такая, такое поливание грязью наших предков, сознательное поливание, да, вот, и здесь не сошлешься на то, что это там художественная версия режиссера, нет, это сознательная клевета на наших предков, к сожалению. Алексей. Да, ну, двигаемся дальше. Вася Хабибуллин про перехват романовыми власти, смутное время, поподробнее бы. У тебя есть какая-нибудь книга или статья про Романовых, которую ты сможешь в дальнейшем нам поведать? Вы знаете, я стараюсь стараюсь писать те вещи, которые, значит, ну, до сих пор либо не озвучены, либо все же никто это еще не писал, либо, по крайней мере, не выстраивал встроенную логическую цепочку. Что касается начала царства Романовых, я рекомендую слушателю одну интересную книжку, ее можно найти в интернете, правда, с трудом, но можно. Написал ее Александр Косенко и называется она «Конец империи русских царей». Достаточно интересная книжка с точки зрения как раз вот именно вот этих лет перед Петром и собственно начало Петра. Она не совсем закончена, то есть она вот в интернете такая лежит на форуме, но там есть статьи, например, восстании стрельцов, то есть человек точно так же как и я набирал факты, выстраивал их в логическую цепочку и что у него получалось. Естественно, как бы официальная история никак не получалась. То есть я не вижу смысла повторять то, что уже есть и по началу романовых отсылаю к этой книжке. Я не совсем с ней согласен в каких-то вещах, но книжка достаточно интересная. Алексей. Хорошо. Далее Зоя Кукова. Вопрос в эфир. Здравия. Читала, что русские шкиперы в те времена были самыми дорогостоящими. Их нанимали водить сюда по морям и океанам. И форма у них была черная с какими-то вышитыми вензелями. Есть такая информация? По шкиперам да, было, но было опять же до Петра I. Давайте еще раз повторим прописную истину. Наша великое и судостроение и шкипера более старательно уничтожены Петром I в угоду Западу. Что же касается формы, я подсылаю вас к эмблемам Тартарии, к ее флагам, к ее цветам. Дело в том, что тогда была достаточно жесткая цветовая гамма и нельзя было, не знаю, когда все ходили в белом, одевать зеленое. Я утрирую, но грубо. Например, императорский флаг Тартарии это черное на желтом. Вот вам те цвета, которые использовались. Алексей. Хорошо. Далее. Юрий Стоматолог. Вечер добрый. Вопрос. Не всегда же географическая карта была таковой, как ныне. Может и правда про путь, хотя разоблачение приятно слушать? Конечно, географическая карта немного меняется. Спору нет. Но давайте разделим на две группы изменений. Первое огромные большие климатические изменения. Вот на один из предыдущих вопросов по северным картам я отвечал, что там земля ушла под воду, то есть поднялась вода и часть земель ушла. Раз там поменялся полюс, соответственно были геологические изменения достаточно сильные два. Это такие глобальные большие, они все-таки бывают достаточно редко. С другой стороны есть достаточно много мелких изменений. Вот если вы посмотрите куда текла река Нева еще совсем недавно, то окажется, что она текла в Ладожское озеро. Вот в музее Старой Ладоги есть забавный фильм, где показано, как Нева меняла свои направления и в итоге как получилось сегодняшнее течение реки Невы. Вот таких течений было достаточно много, то есть менялись. менялся здесь русло здесь, но от того, что немного ушло движение реки, это не значит, что вся цепочка заработала, это не значит, что огромные пороги внезапно ушли в неизвестном направлении. Понимаете, это слишком большие изменения. И опять же, мы же касаемся не только геологических изменений, мы касаемся и всего остального городов, крепостей вдоль пути из Варяг в реки, которые должны были бы быть, нету, нету, да, они же не относятся к геологическим изменениям. Городов нет, нет. Вот, и так далее. Опять же, вот, возвращаясь к, например, реке Неве, да, но до конца 19 века проплыть через Маркизову лужу, через этот Невский бар, было невозможно. Да, значит, то есть, там было столько насыпано всего, да, значит, и вот как раз эта насыпка, этот песок, он шел из реки Невы, да, и была она меньше, короче, она и так короткая, да, но от этого не изменится то, что нельзя было пройти, пока канал не прокопали. Вот проблема-то вся в чем, понимаете? То есть, я привел по пути из Варябой реки ни один, ни два, я привел целую серию фактов, да, и даже если вы выдернете один или два, все равно все оставшиеся упорно говорят о том, что это выдумка, что пути этого не было. Алексей. Далее, далее, вопрос эфир от Васи Хабибулина. Ваше отношение к новой хронологии Фоменко и Носовского каково? Двойственное очень, понимаете? Во-первых, давайте скажем честно, что до недавнего времени у тех историков, которые были честны, деваться, собственно говоря, им было некуда. То есть, официальная вот эта лжеистория, она давила и прессовала. Что в советское время, что в перестроечное, да, просто давила и прессовала. И когда для них появилась возможность, скажем так, уйти на какую-то альтернативную точку зрения, то для них это был выход. Потому что, еще раз говорю, вначале это был только Фоменко и Носовский, а потом с ними стали сотрудничать достаточно большое количество честных людей. Это раз. Во-вторых, когда говорят о деяниях Фоменко, обычно, ну, там, вы за или против, да? Во-первых, я хочу разделить как минимум на четыре блока. Значит, первый блок это критика традиционного официоза, то есть, традиционной хронологии. И сам Фоменко, и его последователи, а также те честные историки, которые временно примкнули, поработали достаточно плодотворно по именно критике. И вот эта масса критики уже давно превысила критическую. И по вот этому блоку, по критику официальной немецко-романовской истории, я могу поставить плюс, да, я ее поддерживаю, да, потому что в данном случае эта критика соответствует правде, истине соответствует правде. Вторая часть из четырех, это метод математического анализа источников. Он был сформулирован группой Фоменко. Вы знаете, ничего плохого я в нем не вижу, да, но изобрели метод мат-анализа исторических источников и что? И хорошо, что изобрели. Что смешно, что этот метод может быть применим к ним самим, понимаете? Вот. Третья группа, да, это озвучивание каких-то малоизвестных фактов, гравюр, которые наша официальная история как бы забыла. Я тоже в этом ничего плохого не вижу. Да, то есть у них это не так много, к сожалению, но тем не менее иногда это что-то бывает и слава Богу. И, наконец, четвертое это реконструкция. Значит, к огромному сожалению, значит, у них есть в их новой хронологии это сложение 200-400 лет. Кто не знает, они говорят, что история была гораздо короче и все нужно складывать где 200 лет, где 400. И вот это там Василий 10 века это Иван 12 века, да, очень многих отталкивает, значит, ну, это очень так резко как бы, да, вот с этим я не согласен, у меня другая точка зрения, вот, и порою в их произведениях есть какие-то филологические такие вот стыки, да, что слово такое-то, поэтому такое-то и так далее, да, вот это мне тоже не очень нравится, вот, то есть три плюса, один минус, да, но в целом я могу сказать так, вот если поставить вопрос ребром и спросить, что для вас официальная немецко-романовская история или новая хронология, да, я отвечу, что, ну, вопрос, конечно, некорректно поставлен, но если ставить это именно так жестко, то я уж выберу лучше новую хронологию, потому что в ней есть минусы, но, по крайней мере, это не та прозападная ложь, которую нам впарили немцы. Алексей. Понятно. Ну, и в заключении Михаил Баландин, вопрос из Москвы. Есть ли какая-нибудь информация по совпадению в названии городов Кемер в Турции и Кемерово в России и сплавлялись ли туда наши предки? Благодарю. Вы знаете, наши предки ходили на своих лодьях вплоть до Африки и островов в Средиземном море, поэтому город на южном побережье нынешней Турции, передней Азии, как вы говорили раньше, это вообще такое, знаете, треть пути ходили. Более того, ходили и в Египет нынешний, да, значит, я веду ограниченности времени еще раз отошлю книги, посмотрите, значит, из чего делали колесницы фараонов, когда это делали, да, и, значит, откуда все это пришло, да, и вы увидите, как далеко ходили славяне в походы. Вот, что же касается прямого переложения, значит, Кемер Кемерово, да, значит, ну, давайте мы не будем уподобляться этим филологическим изыском, да, значит, и оставим это все-таки в разные части. Алексей. Ну, что ж, оставим, значит, оставим. Ладненько, вопросы все заданы, прочитаны, и пришло время нам подводить итог сегодняшней нашей увлекательной встречи. В заключении что-то от себя по теме, а можешь и без темы как-то так вот выскажешь, чтобы так на ночь глядя душа развернулась. Уважаемые слушатели, я еще раз хочу подчеркнуть, что наша славянская история очень древняя, очень богатая история. Я призываю вас не верить всевозможным немецким, романовским, иногда и советским фальсификациям, которых очень много. Я призываю вас гордиться своей страной, своей великой многоциональной страной. У вас великая и очень богатая история, в которой много славных дел, в которой много славных героев. и если вам интересна история, изучать ее самостоятельно, складывая, вырабатывая свой собственный взгляд на нее и прочитав хотя бы десяток книг, не связанных с общей немецко-романовской версией, вы убедитесь, насколько она лжива, насколько она не совпадает с действительностью, но люди, которые этим занимаются профессионально, будут по-прежнему помогать вам в этом, выпуская какие-то книги. Мы можем в чем-то ошибаться, ввиду недостатка археологических данных, ввиду недостатка информации, но самый главный вывод, еще раз почеркну, у нас великая и очень богатая история, очень старая. Гордитесь своей страной. Алексей. Благодарю. Хорошие теплые слова. На мой взгляд, если человек живет по истории, которые написали ему враги, это говорит о том, что когда-то его родичи или он сам войну врагам проиграл. Если же человек считает написанное врагами за свое, это уже еще больше настораживает. Мало того, что он проиграл или родичи проиграли войну, так еще и он воспринял этот проигрыш и он считает, что так оно должно быть. А вот если человек и защищает то, что написано врагами, то это говорит о том, что он просто недоумок. Вот тогда вот такому недоумку наверное и плакаться бесполезно, потому что никто его уже не спасет. Необходимо прежде всего понять, кто ты есть на этой земле, для чего ты на этой земле, понять, кто были твои предки, как они жили. Но надо понять, это не из слов врага, а из слов своих родичей, из писаний своих родичей, из того, что было на самом деле. Это трудно, это тяжело, потому что постулат тех, кто нас побеждал, простой, книжки эти надо взять да сжечь. И об этом часто говорится. И они брали и сжигали, а потом с ухмылкой говорили, а покажите, а предъявите. Вот когда покажете, тогда мы с вами будем разговаривать. Но пришло другое время. Теперь с нами придется разговаривать даже и в том случае, если нет книжек, потому что есть такие доказательства, которые все отметают, все наносное отметают, это я имею в виду. Это здравомыслие, и это воля, воля к знаниям. Вот когда есть воля к знаниям и здравомыслие, тогда вот эти все теории, навязанные нам, отпадают, как высохший навоз со штанины. Я желаю каждому из нас здравомыслия и воли. Но прежде всего осознайте, кто вы. Задайтесь вопросом, кто я в этой жизни? Для чего я здесь на земле? Какую землю я получил наследие? И что мне дальше делать? На сим я с вами прощаюсь, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 29 марта 2018 года четверг, по одному из старинных 28 день месяца пробуждения природы 7526 лет осьмица путь из варяг в греки выдуман немцами в 18 веке это тема сегодняшнего нашего эфира эфира закончен в виртуальной студии был Дмитрий Белоусов и Алексей Орлов поздравляю всех тех кто отмечает праздники по жреческому календарю с днем богини Тары желаю всем добра до новых встреч друзья мои увидимся и услышимся быть добру Народная Славянская Радио Пора просыпаться Редактор субтитров Корректор А.Егорова